Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в Криминалноточку на сером 1 Холиплей. Первый сером, у них здесь Кирилл Путбуль, не забывайте вводить мой ник при эстрации, и также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На пятом уровне получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч, то есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сером 1 Холиплей. Ну что ж, пацаны, как вы поняли по названию, я купил себе тягач. Тягач, фура, камаз, говорите как хотите, в принципе, без разницы. Я вчера купил его, получается, в 11 часов ночи, блять, вечера, не знаю как сказать. Короче, я купил его вчера, буквально на нем поездил по 10 минут, и вот зашел сегодня утром, и снимаю для вас это видео. С вас, пацаны, обязательно лайки, и не забывайте подписываться на канал. Вот, пацаны, мой тягач, вот, видите, нет номеров на нем, это действительно мой тягач. Я не мог никогда подумать, что у меня будет собственный камаз, пацаны, это довольно-таки необычно на самом деле. Блин, это реально очень необычно, я еще не привык к тому, что у меня собственный камаз. Как бы, я буквально реально вчера на нем 10 минут поездил, и все, давайте я вам покажу, в принципе, карпас, давайте залезем в него. Так, садимся, так, у меня ID 133, так, карпас 133. Смотрите, просто, блин, соска, реально, просто соска. Вот, модель авто, камаз, номерные знаки, нет номеров, но я, наверное, получу сегодня днем, не знаю, возможно, что-то прикольное выпадет, но я думаю, нет. Вчера я на него только антирадар поставил, да, и все, больше с ним ничего не делал. Объем безобака 150 литров, я еще вчера слил бензин, пацаны, просто, это реально нулячий камаз. Я вчера его забрал, и на нем был бензин, ну, хреновый, типа, я слил бензин и залил дизель вчера. Целостность 100%, пробег у него сколько? 32 километра, пацаны, реально, просто с салончика выехал, это очень круто, мне реально очень нравится. Ну, сегодня, не знаю, на радиски поставим, чтобы он выделялся, чтобы все видели, что у меня собственный, пацаны, тягач, это реально прикольно. Давайте проедемся, какой минус у этого тягача? В том, что, получается, он едет всего лишь 70 километров. Я не знаю, сколько на него чип стоит, я вчера хотел посмотреть, но как-то забыл. Сейчас мы поедем, посмотрим, сколько на него стоит чип, и поставим, возможно, на него какие-то диски, чтобы он у нас выделялся. Я, пацаны, потратил просто все свои деньги, реально, просто все свои деньги потратил. Вот видите, 150 тысяч, это все мои деньги, и в банке у меня еще есть 30 тысяч, все, бабок у меня нету, поэтому я сегодня буду ебашить на дальнобойщиках и зарабатывать деньги. Ну, как бы, я в основном скилл качаю, но теперь мне нужно и скилл качать, и бабки зарабатывать, потому что я все потратил. Где я взял деньги, пацаны? Получается, у меня было 5 миллионов, и мне пришлось слить одну машину Фомы. Я слил машину Фомы, это Ай-8, в новом отпаке это будет Мустанг, я ее слил, в принципе. Да, знаю, что, типа, блин, некрасиво так я сделал, но, пацаны, нужны были деньги, как бы, я потом все равно эти деньги отдам, как они у меня будут, и куплю какую-то машину. Пока же, я думаю, ничего покупать не будем, тем более сейчас насчет именно Фомы очень все сложно, потому что сделали оплату в день, пацаны, 50 тысяч, и в день у меня снимают Фомы с общака 100 тысяч за людей. То есть, каждый день минус 150 тысяч, пацаны, это очень жестко, поэтому... Сейчас у нас, по-моему, 3 миллиона в общаке лежит, ну да, почти 3 миллиона лежит в общаке. Насчет машины у нас, вот, видите, у нас свободное место, здесь у нас, получается, был, была Ай-8, ну, в Мустанах, в новом отпаке, короче. Там была Ай-8, я ее продал, короче, покупал я ее за 8 миллионов, а слил ее за 5,6 только. Да, в минус ушел, но у меня выбора не было, потому что, ну, где бы я еще 5 лямов взял, вы сами понимаете, я думаю. У меня, и так было, у меня 5 лямов было, не, у меня 6 лямов было своих, я 4 лямов снял, да, с общака. Может, даже осталось, сейчас вам покажу, так, история общака, все снятия. Да, вот, я вчера 4 миллиона снял, в принципе, и все. Я 4 миллиона снимал, не 5, а 4, пацаны. 6 у меня было, и 4 я снял, и купил вот этот тягач. Давайте, пока еду до Истов, вы посмотрите, как я его покупал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тебя обгонят велосипед. Это реально немножко обидненько, ебать. Я, пацаны, 70 километров еду, и он меня просто обогнал, блять. Понимаете, он меня на велосипеде обогнал меня. Я просто вайхер еду, как так-то, блин. Просто чувак на велике обогнал КамАЗ. Это довольно-таки немножко обидненько, пацаны, да, немножко совсем. Ну, конечно, тут чипа нету на фуре, ну, на этом КамАЗе. Сейчас мы, пацаны, едем в СТО. Вот вы увидели уже, как я купил этот КамАЗ. Купил я его за 10 миллионов, получается. И, кстати, вам, я думаю, интересно, куда делался Мерседес АМР-39. Как вы, может, могли заметить, хотя вы не могли этого заметить, у меня его нету. Я его на время отдал, получается, Джонни Прайд, то есть Ване на хранение просто ему отдал. Тем более у него машины нету, поэтому она пока что будет у него. Ну, Мерседес будет у него, короче. Я куплю, когда слот, уже заберу у него Мерседес, получается. Потому что у меня не было места, и я отдал ему Мерседес на время и купил вот этот КамАЗ. Получается, за 10 миллионов, пацаны. Я не знаю, 10 миллионов за КамАЗ это дорого или дешево. Я реально не шарю. Кто шарит, можете написать. Ну, просто на каждом серваке разные цены, поэтому я не знаю, короче, пацаны. Купил я дорого КамАЗ за 10 миллионов или нет? Мы сейчас направляемся, повторюсь, в СТО. Сейчас попробуем диски на него какие-то поставить. Ваня, кстати, обменялся СТОшками. У него, помните, Мерседес был 3-0 и СТО в Арзамасе. Так он отдал свой бизнес. Ну, они поменялись бизнесами, и он сверху еще отдал свой Мерседес. Теперь, короче, у Вани СТО, получается, в Южном. Сейчас я вам покажу, где она находится. Мы именно туда едем. Находится она, пацаны, за ДПС. Сейчас, в принципе, покажу для тех, кто не знает. У него раньше оно было, помните, где-то год назад, наверное. Может быть, даже больше. У него было именно это СТО. И теперь обратно оно у него. Тогда он его, по-моему, продал за 90 миллионов или за 80 миллионов, я не помню. А сейчас это СТО можно продать за 200 миллионов, я думаю, спокойно. Вот его новое СТО, пацаны, находится оно за ДПС, получается. Вот ДПС. Вы вот так едете, проезжаете сюда, и вот здесь, во дворе, находится, в принципе, его СТО. Можете, как бы, приезжать и тюнить свои машины. Всё, заезжаем, получается, сюда. И попробуем на эту тачку поставить диски. Так, давайте посмотрим, сколько чип стоит. Так, где-то дополнительное. Чип стоит 250 тысяч. Чип тюнинг вашего транспорта будет стоить 250 тысяч, пацаны. Стоит чип тюнинг. Я просто в шоке. 250 тысяч стоит чип тюнинг на этой тачке. Я просто охуевший. Так, давайте по этим я, наверное, в фаме сниму эти 250 тысяч. Мы прямо сейчас поставим на эту тачку чип. Всё, пацаны, я приехал из СТО, я уже снял деньги. На самом деле, я думаю, что это баг, то, что, типа, вот, чип стоит 250 тысяч. Мне кажется, потом он будет стоить минимум 2 миллиона 500 тысяч. Потому что 250 тысяч чип на КамАЗ как-то очень дёшево. Не знаю, сколько там стоит чип на Сканью, либо на Магнум, либо на Газель, но реально 250 тысяч. Ой, очень дёшево. Так, вот, покупаем 250 тысяч. Всё, я купил. Сигнализация стоит 200 тысяч. Я, может, потом ещё поставлю её. Просто уже не хочу деньги из СОВЧК снимать. Лучше сегодня поработаю и потом куплю. Так, теперь давайте диски поставим. Вот, тюнинг, диски. Блин, я вот, на самом деле, не знаю, ставить диски или нет. Потому что, видите, они немножко по-дебильному выглядят, эти диски. Но, я думаю, вам видно. Я не знаю, какие ставить. Давайте, я думаю, поставим вот эти диски. Так, нажимаем купить. А, 10 тысяч диски стоят. Я думаю, больше. Так, теперь, что мы делаем? Мы должны перекрасить. Так, покрасочные работы. Давайте сделаем цвет 1 белый, то есть. А колёса будут золотые у нас. 170. Бля, такая хуляка это получается, пацаны. Смотрите, просто на сзади колесо. Не, пацаны, диски мы точно ставить не будем, потому что это будет полный зашквар. Так, как их убрать теперь? Теперь дополнительно ремонт, убрать тюнинг. Так, диски. 2 тысячи стоят. Да, вот такой бах, пацаны, происходит. Не обращайте внимания. Но, я уже вчера заметил, что такой бах происходит. Типа, если вы колёса там меняете, потом выезжаете, то колёс не будет на фуре. Да, это такая вот болячка. Не знаю, возможно, это какой-то бах. Но, мне кажется, так не только на этой фуре. Я, кстати, думал гидравлику поставить, пацаны. Видите, это немножко такой бажочек, видите, без колёс. Ну, что ж, пацаны, будем заканчивать. Я хотел сегодня диски поставить, но, к сожалению, не получилось. Я очень, на самом деле, доволен то, что, типа, вот у меня фура, как бы, всё заебись. Ну, точнее, КамАЗ у меня. Это довольно-таки хорошо. И, кстати, в новом модпаке это будет, по-моему, Вольво, поэтому это будет заебись. И, кстати, пацаны, у меня зимний модпак, у меня зимний модпак, у меня не новый модпак, у меня не летний модпак, у меня зимний модпак, видите, у меня даже снег на фуре есть. Я просто взял, сохранил себе модпак, переустановил игру и закинул модпак, и всё. И зимы нету, пацаны, нету зимы. А насчёт заминки на дороге, то можете мне в ВК написать, я вам ссылочку скину, сами, в принципе, установите. Всё, ещё раз всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok